Уважаемые любители моих книг по фотографии, которых пять штук, посвященных истории объективам, и любители моих роликов, связанных с тестированием с более современных камер. По просьбам зрителей и читателей, которые приходят и на издательство ВИДИ, куда можно посылать, и в первую очередь подписывать комментарии к роликам, я расскажу дальше про камеру, которую мы начали изучать в предыдущий раз. Это камера Hasselblad 907, 50-мегапиксельный. Очень интересная камера. Я не смог вам показать картинки, поскольку только получил ее для тестирования. И по этой причине компенсирую те недостатки предыдущего ролика в настоящем. Что об этой камере можно сказать? Матрица такая же точная, это, думаю, всем хорошо известно, как и в предыдущей серии X1D2. Та камера, которой я посвятил довольно много времени, сравнивая ее не только с самым ее разрешением, но и сравнивая ее характеристики с замечательными объективами далекого прошлого, которые подходили по фокусным расстояниям, которые хорошо фокусировались, и которые я использовал очень широко для сравнения. Ну, у нее есть преимущества некоторые. Достаточно хорошо доделана математика, и мне кажется, камера стала получше, потому что 14 ступеней динамического диапазона, конечно, вдвое примерно перекрывают возможности пленки. Тут уж ничего не сделаешь. И даже мне, когда я использую многочисленные фильтры, а при съемке на черно-белую пленку, как и известный хитрец Ансел Адамс, снимаю за несколькими, один и тот же сюжет, не двигая камеру, за несколькими фильтрами, а потом совмещаю негативы, все это, естественно, делалось. Но 14 ступеней динамического диапазона избавляют нас от этих высокопрофессиональных, но уже технических приемов пленочной фотографии. Плюс еще одна проблема – цвет. С цветом это вообще огромная проблема. Я, например, почти никогда в жизни серьезную съемку не проводил на слайдовую, то есть или на негативную пленку без специальных фильтров. Это было просто невозможно, потому что все пленки ориентировались на диапазон с 11 до 3 часов, а потом только в самом конце фотографической эпохи пленочной стали выпускать специальные вечерние, сумеречные пленки и так далее. А так приходилось каждый раз использовать огромный набор светофильтров. У меня их было около сотни, да и сейчас примерно столько же, которыми я компенсировал проблему пленки. Для этого нужно было всегда иметь еще цветоанализатор. Тоже большая проблема, потому что он тоже стоит как самолет. И им приходилось, если пока глаз вы не пристреляли, вам приходилось использовать технические средства, чтобы получить идеальную, ну, с точки зрения технических тогдашних возможностей, картинку по цветопередаче и вставлять в кадр миру цветную, о чем описываю в книжке, вот формат искусства фотографий, как это делать. И тогда по ней уже полиграфисты ориентировались, как точно воспроизвести то, что вы сняли. Это крайне было важно для репродукции картин классика в живописи. Кстати говоря, благодаря таким фотографиям многие из них сохранились до наших дней, потому что благодаря полусумасшедшим любителям искусства с кислотой многие из них были просто уничтожены. Что же с разрешением? Разрешение объектив тот же самый, что на Х1 и Д2, поэтому разрешение мы не можем там увидеть какое-то особое. Но, тем не менее, досчитанные картинки, кстати говоря, при преобразовании из RAV-файлов нормальный ТИФ, кстати, картинки становятся по 300 МБ, вы имеете в виду. Емкость должна быть очень большая у машины. В центре кадра при съемках оказалось разрешение от 70 до 74 пар линий на миллиметр. Я продолжаю упорствовать, потому что пиксели на дюйм это способ обмана. А вот линии, то есть полоски на миллиметр, это все по-честному. Так вот, чуть за 70. То есть, по сопоставимости с тем, что было Х1 и Д2. И на краю то же самое. Примерно 60 пар линий, чуть-чуть поменьше. Там 65, 66, 60. Ну и, как всегда, проблемы с голубым и желтым светом. За 150 лет использование оптики в фотографии проблема в общем не решена. И в голубом диапазоне, и в желтом разрешение у всех объективов падает. Очень трудно сделать столь совершенные объективы. Поэтому на 10 пар линий поменьше. Но зато объектив работает, как вы сейчас видите, на картинках по центру идеально совершенно. То есть, ровно на всех диафрагмах от 2, 8 до 16. А по углам даже наоборот и с некоторым, так сказать, бонусом. То есть, на диафрагмах 16 пропадает некий хроматизм, который вы видите на мирах, которые показывают границы разрешения камеры. Собственно говоря, это довольно интересно. Я выбрался на Пленэр и смог сделать несколько кадров. Хотя погода была ужасная и снег был очень глубокий. Тем не менее, мне удалось приложиться к видоискателю этой замечательной камеры и сделать несколько кадров. Но, насколько они интересны, сами понимаете, особенно сейчас без солнца не побалуешься. Но! Выяснилось очень интересно. 16-битные RAW-файлы дают цвет. И вот вы можете посмотреть на нескольких картинках с увеличением. Цвета как бы нет, мы увеличиваем, и оказывается, что цвет есть. Самая сложная фотография, это всегда было, даже в плёночной и крупноформатной, это съёмка в технике белых тонов. Белое по белому, контраст низкий, яркости никакой. Глаз не выхватывает ни к чего интересного. Поэтому любители съёмки снега знают, насколько сложна задача. И они всё время украшают какой-нибудь пакостью в середине или в краю кадра, чтобы хоть как-то сопоставить это с снежными преобразованиями, которые привлекают внимание. Поэтому техника белых тонов в туманный, бессолнечный день, да ещё с ветками деревьев, покрытыми снегом, очень сложна. И вот посмотрите несколько кадров, на которых видно, насколько эффективна по цвету и по резкости, ну, по контрасту оптика в сочетании с этой матрицей. Техника белого очень сложна. Вот рядом у вас, пожалуйста, чёрные ветки и светлые ветки. На увеличенных участках кадра видно, насколько это хорошо передаётся. Ну и самое интересное, как светлое или слабо серое на размытом фоне. Объектив прекрасно работает, как я вам сказал, по разрешению и цветопередачи на всех диапазонах диафрагмах, при этом практически отсутствует дифракция на больших диафрагмах, что полезно использовать. То есть, иначе говоря, вот эти все снимки, которые вы видите, сделанные, так сказать, с кондачка, по сути дела, без штатива, с рук, всё естественно, в очень плохих условиях показывают, что эта камера, безусловно, является лидером по цветопередаче, да и по разрешению, учитывая достаточно большой размер матрицы. Когда будет хорошая погода и будет возможность, настроение и время, самое главное, я попробую продолжить эти испытания и порадовать вас какими-то другими особенностями этой камеры. Некоторые спрашивают, что у меня за мешочек стоит здесь на столе. Это не мешочек, это на самом деле здесь спрятан объектив как раз от этой камеры. И объектив очень хороший, 120 мм макро, который подходит к эссибладу, а сам мешочек как раз делают там, где делают мои прекрасные безрукавки в городе Суздале. Если захотите такой мешочек себе заказать под конкретный объектив, он, кстати, противоударный, то вы можете обратиться в Кутузу Фото, и там, так сказать, есть образцы такой продукции, ну и через магазин можно заказать в Суздале. Будет не быстро, потому что это всё делается вручную в штучных экземплярах, но, тем не менее, я этим пользуюсь, очень доволен. Позволяет избегать лишнего веса. А заодно посмотрите, там есть все образцы эссибладов от X1 до самых последних. Может быть, вам будет интересно. По таким образом, камера, как я и считал, что это художественное изделие для идеальных художественных работ, в своём мнении я не изменил. И оценка тактико-технических характеристик говорит о том, что она, по сути дела, является на сегодняшний день лидером для художественной фотографии, чем я с удовольствием воспользуюсь, хотя бы во время тестирования. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова